Добрый день, это Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Кто хочет узнать основную идею занятия и схему формирования паттерна, смотрите первую часть. Это займет 2-3 минуты. В первой части объясню, как формируется флаг, на мой взгляд, одна из самых продуктивных фигур, возникающих на графике. Если вы еще ей не пользуетесь, то предлагаю сегодня прокачать себя как трейдера и взять на вооружение очень эффективное оружие. Для добывания прибыли. Потому что чем больше вы будете знать про флаг, тем лучше сможете его использовать. Сегодня разберемся, о чем говорит ложный пробой флага, где его искать, чтобы с большей вероятностью войти в сильное и прибыльное движение. Кто захочет увидеть примеры и закрепить понимание темы, смотрите вторую часть. Ложный пробой это только одна из возможных особенностей флага, но чтобы ее находить, нужно уметь видеть заранее формирование флага. Во второй части мы и займемся прокачкой навыка определения флага на графике цены. Примеры будут в виде теста, так что вы сможете не только посмотреть на образцы, но и проверить, как поняли тему. Для теста вам понадобится только бумага и ручка, а в конце занятия подведем итоги теста. Да, совсем забыл, ближе к концу встречи мы разберем на примере, как ценивать график целиком, соединяя информацию с разных таймфреймов в единое целое. Те, кто захочет глубже познакомиться с темой занятия, могут скачать эту презентацию с группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Сразу уточню, сегодня не буду говорить о наклонных флагах и разного рода вымпелах и о флаге сформированном в боковике. На этом занятии разберем ложный пробой горизонтального флага на тренде. Первый признак – формирование флага – остановка цены на уровне. Цена растет, а потом упирается в уровень и несколько раз тестирует его. Тут важно, чтобы во время теста не было значительных пробоев. Второй признак – цена длительное время не отходит далеко от сопротивления, формируя консолидацию под уровнем. Получается, что сверху давят продавцы, а снизу покупатели, а флаг говорит о балансе сил. В какой-то момент цена пробивает сопротивление и цена импульсно идет вверх. Цена уходит дальше от пробитого уровня? Нет. Так было бы в обычной ситуации, а здесь цена резко возвращается под уровень. Для того, чтобы использовать формацию, полезно понимать, как она формируется. Поэтому сейчас в этом и разберемся. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет закрывать свою длинную позицию, кто-то планирует открыть короткую. В какой-то момент давление покупателей вновь усиливается и цена пойдет вверх, формируя новый минимум на восходящем тренде. Так происходит некоторое время, вовлекая в рынок все новых и новых участников. Кто-то воспринимает сформированную фигуру как двойную вершину, кто-то видит в фигуре откат на тренде. Все участники исходят из своего представления о будущем движении и размещают свои заявки. Чем дольше цена стоит в консолидации, тем больше капитала будет вовлечено. Выше уровня сопротивления будут стоять стопы медведей и заявки buy stop. Тех, кто хочет присоединиться к движению на пробое уровня. А лимитные покупатели создадут скопление заявок на покупку в зоне нижней границы флага. Пробой сопротивления приведет цену к скопившимся стоп-лоссам и заявкам buy stop. Это вызовет импульсный рост. Это нормально, так как выше сопротивления выставленные заявки сработают как отложенные рыночные заявки. А рыночные заявки двигают цену. Ситуация сразу меняется, когда цена после пробоя возвращается под уровень, потому что это говорит о том, что все рыночные заявки были агрессивно выкуплены продавцами. Пробой поддержки приведет к активизации стопов быков и усилит снижение. Это движение заставит принимать экстренные меры всех быков, которые раньше еще рассчитывали на рост цены. Локальная паника приведет к усилению снижения. Если в месте скопления покупателей оказались в большом количестве продавцы, то скорее всего мы чего-то не знаем или не понимаем. Поэтому не пытайтесь искать вход в лонг, а оцените ситуацию по новой, так как ложный пробой в данном случае является серьезным сигналом смены тренда. Очень часто непонимание возникает из-за неполного анализа ситуации. Рассмотрим, как это происходит. Представьте себе, что на 5-минутном графике цена растет. Мы знаем, что тренд обычно продолжится, ждем роста. Но после пробоя флага цена резко уходит вниз. Может показаться, что теханализ не работает, но не спешите, потому что на старшем таймфрейме цена снижалась и этот рост был на самом деле откатом. Почему это важно понимать? Дело в том, что если бы вы сумели заранее оценить ситуацию, то смогли бы войти в очень хорошее движение с минимальным риском. А ложный пробой флага дал бы хорошую подсказку для входа. Как смотреть на график, не теряя деталей, так чтобы понимать общую динамику движения, покажу на одном из примеров теста. А сейчас переходим к тесту. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого из 11 упражнений у вас будет примерно 7 секунд. Тест можно пройти в режиме норма, верный ответ дает 1 балл, а ошибка 0. Или в режиме повышенной сложности, когда верный ответ также приносит 1 балл, но за ошибку 1 балл списывается. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые 2 недели в четверг на площадке Admiral Markets. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумаговую ручку? Отлично! Задание. Посмотрите на график и скажите, где вы видите сформированный флаг. Если все понятно, тогда начали. Кто нашел флаг, поставьте себе плюс. В данном случае все признаки флага очевидны, так что сложностей с поиском паттерна не должно было возникнуть. Пример 2. Задача та же. Определите, где на графике сформировался флаг или флаги. Готовы? Начали! Как получилось? Удалось найти? Если нашли сразу, то вот вам вопрос. Как в данном случае входили бы в сделку? Если у вас есть ответ, напишите его в комментариях под видео. Пример 3. Пример не очень простой, поэтому кто нашел флаг – молодцы. Обратите внимание, что цена несколько раз подходила к сопротивлению и пробой привел к сильному импульсу. Это хороший флаг, но мне больше понравился следующий. Да, в этом примере есть еще один флаг, и мне он больше нравится, так как цена подтвердила направление движения. Также здесь не пришлось бы долго ждать входа. Пример 4. Это несложный пример, кто нашел, поставьте себе плюс. Как думаете, на этом графике был еще флаг? А может сразу несколько? Напишите в комментариях. Пример 5. Данный пример – это как раз образец флага с ложным пробоем. Он на графике показан желтым маркером. Кто его смог найти – очень хорошо. Обратите внимание, цена пробила максимум, сформировался флаг, и после того, как цена не смогла продолжить рост, пошло снижение. Пример 6. Получилось найти? Хорошо, поставьте себе плюс. Кстати, на графике есть еще один флаг, но не стал его отмечать, так как он не такой очевидный. Интересно, увидели вы его или нет? Седьмой пример. Очень хороший вариант. Нашли. Обратите внимание, что хорошие варианты очевидны. Поэтому, если сомневаетесь, флаг это или не флаг, лучше думать, что это не флаг. Как думаете, здесь есть еще очевидная фигура? Кто нашел второй флаг? Очень хорошо. Действительно, это флаг. Обратите внимание, что чем уже консолидация, тем сильнее затем движение. Пример 8. Нашли? Отлично. Думаю, это было несложно. Вход в данном случае был на откате к поддержке. Кто не знает, как входить на откате, посмотрите мой вебинар «Как входить в сделку на откате с подтверждением». Ссылка на него появится сейчас в правом верхнем углу. Но это не все. Кто нашел второй паттерн? Очень хорошо. Поставьте себе еще один плюс. Кстати, а как входили бы в сделку в данном случае? Пример 9. Нашли? Очень хорошо. В данном случае флаг просто как из учебника. Так что сложности с ним возникнуть не должно было. Пример 10. Думаю, что сложностей и этот флаг не вызвал. Кто нашел фигуру, очень хорошо, поставьте себе плюс. Друзья, мы на финише. Пример непростой, пожалуйста, подумайте, прежде чем отвечать. Готовы? Начали. Кто нашел этот флаг? Молодцы, поставьте себе 1 балл. Кто нашел этот флаг, но сказал, что нет поводов думать о развороте? Тоже молодцы. Заинтриговал? Хорошо, давайте разбираться. Сейчас покажу, как оценивать график целиком, соединяя информацию с разных таймфреймов единое целое. Цена двигалась в нисходящем тренде, а потом развернулась. Можно доверять развороту только в том случае, если он произошел на сильном уровне. Чтобы понять, на каком уровне акции Apple развернулись, смотрим на старший таймфрейм. Смотрим дневку. Сейчас попрошу запомнить одну цифру 127 и одну дату 20 января 2021 года. Посмотрите на график. Цена акций Apple шесть раз пыталась преодолеть зону уровня 127 и не смогла. Перед 20 января весь день был боковик. 19 января интересный день, так как если бы цена не удержала уровень, то была большая вероятность пойти вниз. Какой вывод? Правильно. Если мы не пробили уровень, то от такой серьезной поддержки ждем разворот. При том, что на дне восходящее движение и ближайшая цель – зона уровня 39-140. Посмотрим на график ближе, перейдем на пятиминутку. На пяти минутах маркером выделил предыдущий день. Смотрите, ближе к концу цена импульсом ушла от уровня. Теперь если сложим сильный уровень, который не брали шесть раз, и уход от уровня с силой, то напрашивается вывод. На уровне 127 произошел разворот. Поэтому когда 20 января сформировался флаг, мы вправе были ждать сильного движения вверх. Но если бы появился ложный пробой флага, то это подсказывало бы вероятность хорошего движения вниз. Вот такие нехитрые рассуждения, а выводы способны приводить к очень прибыльным сделкам. А сейчас просуммируйте баллы, потому что буквально через секунду переходим к подведению итогов по тесту. Всегда помните о высоких рисках для вашего капитала на финансовых рынках. Если вы набрали 3 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 4 до 7, неплохо, но можно было еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 8 до 9, это хорошо, но его можно значительно улучшить. Если вы набрали 10 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить на своих графиках. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже», чтобы разобраться в материале лучше. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов вы набрали в тесте с первого раза. Подписывайтесь на канал Адмирал Маркетс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!